Челябинская епархия отправила гуманитарную помощь в пострадавшие от лесного пожара районы. Участие в сборе необходимых вещей приняли неравнодушные прихожане храмов. Подробнее расскажут наши коллеги. В первой половине июля Челябинская область боролась с лесными пожарами. 8 июля заполыхали южные районы Картолинский и Ногайбахский. Справиться со стихией удалось только на третьи сутки. Помог неожиданный дождь, которого не было с мая. Население подсчитывает убытки. В двух поселках уничтожены 70 домов. Один человек погиб. В пунктах временного размещения находятся 200 погорельцев. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий призвал верующих поддержать людей, лишившихся кровонов головой. Во всех храмах был открыт сбор денег и необходимых вещей для пострадавших. Всего за пять дней собрали 100 тысяч рублей. Социальный отдел Челябинской епархии, расположенный при храме великомученика Георгия Победоносца, утром 16 июля отправил вещевую помощь в пострадавшие районы. Грузчики перенесли в машину 12 мешков с новыми подушками, одеялами, три мешка с комплектами постельного белья, 10 ящиков бытовой химии и средств гигиены. Семь коробок с продуктами длительного хранения, консервами, мукой, крупами, растительным маслом. Общий вес пожертвований превысил одну тонну. Когда вот эта беда пришла в нашу область, владыка Алексей очень оперативно отреагировал. И буквально 10 числа мы получили циркулярное письмо, в котором было указано о необходимости организовать сбор пострадавшим от лесных пожаров. Как сбор финансовый, так и сбор вещами теми, которые необходимы были для погорельцев. И слава богу, храмы, большинство храмов города откликнулось очень оперативно. И мы вот вчера объехали все городские храмы, те, кто собирал для погорельцев. И финансовую помощь, и помощь вещами собрали, привезли все в социальный отдел. Вчера весь день практически до позднего вечера формировали это все, по коробочкам разбирали, чтобы удобно было там людям получить это все и было понятно, где что находится. Гуманитарный груз из Челябинска был доставлен в Магнитогорск и передан в социальный отдел Магнитогорской епархии. Большинство пострадавших находятся сейчас в Магнитогорске и Карталах.